Спокойная, легкая и взрывная, экспрессивная. На этом концерте Стоен и Эмина играют музыку различных направлений, от барокко до авангарда. Это та программа, которую они освоили за время стажировки в БГИИК. Эмина Бербич признается, положительные эмоции принесло не только обучение, но и общение с людьми. Нам здесь очень понравилось. Самое лучшее у вас, мне кажется, это люди. Мы когда приехали здесь, люди были так приятны, что мы вообще не скучали по дому. Мы много научили. Научил русский язык, еще плохо говорим, но научили много в русском языке, в русской культуре, в русской музыке. Мы стали лучшим аккордеонистом, лучшим баянистом здесь. Эмина играет на аккордеоне, Стоен Боич на баяне. Они оба увлечены музыкой с самого детства и дальше продолжают посвящать этому искусству свою жизнь. Когда маленький, еще был, когда учился в школе, нам тогда преподаватели по музыкальному образованию принесли всегда гармошку, баянь, маленький аккордеон, и так играл нам. Мне это понравилось, и так придумал, что можно сыграть что-то. И тогда начал играть. С сентября по январь два студента третьего курса Академии музыки Университета Восточного Сараева, Эмина и Стоен, учились мастерству игры на аккордеоне и баяне у белгородских педагогов. А сегодня они показали свое мастерство в сольном исполнении и в ансамбле. Приехав в Белгород, гости были приятно удивлены. Ведь они встретили здесь свою подругу. Весной также по обмену к ним в Академию на обучение приезжала Александра Волошко. Там они и познакомились. Я могла сравнить школы музыкальные. Я могла послушать тех исполнителей, которые играют и учатся, естественно, в Восточном Сараево. Естественно, я научилась чему-либо новому, поскольку другая культура, другие обычаи, другая музыка. Это все отложилось. Именно Александра помогала своим друзьям с языком. И теперь они общаются на русском вполне свободно. За время пребывания в России сербские студенты успели показать себя. Трио «Славяне», в состав которого входит Эмина Бербич, Стоян Боич и Белгородка Александра Волошко, заняло третье место в международном конкурсе исполнителей на народных инструментах в Перми. Произведениями, с которыми выступали славяне в Перми и закончили концерт. Это «Октябрь» Петра Чайковского и «Кавказская скерца» Юрия Романова. Сегодня наш Институт искусства и культуры развивает международное сотрудничество. И вот один из проектов – это наше сотрудничество с замечательной музыкальной академией университета города Восточного Сараева, Боснии и Герцеговины. Это очень интересная академия со своими традициями, с очень сильными музыкантами, с очень сильной и интересной школой. Уже этой весной в Восточное Сараево поедут два студента музыкального колледжа. Как отметила ректор Ирина Игнатова, БГИИК – это единственный в России вуз, который реализует обмен студентами в области музыкального классического образования. Институт культуры планирует и дальше развивать международное сотрудничество. Причём это будет не только обмен студентами, но и преподавателями. Анастасия Макиёва, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.